вот такой разветвитель прикуривателя в автомобиль. 1500 миллиампер написано. 5 вольт. реально 100 миллиампер. откуда мы это знаем. сейчас все увидите. вскрываем и смотрим что внутри. раскрутил все. можно его разобрать. посмотреть что внутри. я здесь уже откусил провода для того чтобы можно было его посмотреть предварительно. отметив здесь черным фломастером. можем увидеть что схема не то чтобы простая вообще недостаточная. стоит один стабилизатор напряжения. 78L05 в характеристиках по даташиту. даташит это заводские характеристики. заводской документ характеристик. написано что он максимум может выдавать 500 миллиампер. это 0,5 ампера. но только в том случае если у него есть еще детали обвязки. конденсатор до самого стабилизатора напряжения и конденсатор после. здесь же мы видим что нет никаких деталей. один стабилизатор. в принципе я думаю что опасно подключать такое такое устройство к мобильному телефону. потому что может выйти из строя и это устройство одно и в принципе и мобильный телефон может сгореть из-за того что при пробое на него подастся 12 вольт. что с этим делать? было принято решение поставить стабилизатор не 78L05, а 7805. который уже может выдавать 1 ампер. также есть смысл поставить по обвязке конденсатор до стабилизатора. конденсатор после. куда его поставить? планирую один конденсатор поставить вниз под плату на навесном монтаже. перенести стабилизатор на заднюю стенку. вот сюда. для того чтобы здесь еще поставить радиатор алюминиевый. который уже подготовил. нужно будет подрезать. для того чтобы было охлаждение. потому что при токе 1 ампер. падение напряжения будет в 5 вольт. может быть даже 6. это около 6 ватт. нужно 6 ватт будет рассеиваться на стабилизаторе. поэтому скорее всего нужно будет хороший радиатор. но это максимум что я сюда могу поставить. обрежу его подрежу и поставлю сюда. и в таком случае устройство станет во всяком случае не опасным. ну и ток 1 ампер в принципе достаточно для того чтобы заряжать современные смартфоны мобильное устройство. чем все закончится посмотрим дальше. приготовил и разметил где будут отверстия. для того чтобы поставить уже стабилизатор напряжения на 1 ампер 0,5 вольт. сверлим отверстие. затем разрежем дорожки для того чтобы немножко по-другому пустить схему. сверлим отверстие. теперь я смогу стабилизатор поставить сюда. получается средний контакт попадает куда надо. но входной получается левый из них входной. входной будет тоже там где нужно. вот этот входной это плюс от 12 вольт. выходной здесь нужно будет прорезать перерезать дорожку и выходной соединить с выходом. уже здесь навесным монтажом можно сделать перемычку. отверстия просверлены. перерезанные дорожки заложены. теперь я пропаиваю сюда стабилизатор 7805. опять вольт 1 ампер. и смотрю как он уже теперь может стать на свое место. теперь мы установили радиатор подогнал под размер для того чтобы рассеивать мощность. которая будет лишней при переходе с 12 на 5 вольт. сейчас здесь отмечаю необходимо разметить где будет отверстие для крепления стабилизатора. и можно будет его сюда посадить на термопасту для лучшей теплоотдачи. и затем уже смотреть куда можно разместить конденсаторы. потому что конденсаторы я собираюсь поставить как можно больше. думаю что один поместится под плату. если это возможно. один вот здесь сверху. и еще есть одно место. здесь вот может быть входной конденсатор будет стоять здесь с ножками. на сами контакты это входной конденсатор. на выходной здесь смогу посадить его на термоклей. думаю что это будет так. сейчас перейду к самому процессу и затем снова сниму. буду продолжать. установлен радиатор поставлен на термопасту. единственная проблема которая возникла это с размещением конденсаторов. вот так вот единственное размещение при котором закрывается достаточно плотная крышка. и размеры по размерам был подобран конденсатор на вход 1500 микрофарад на 16 вольт и конденсатор на выход 470 микрофарад на 16 вольт. если их так разместить, закрепить, развести проводами то они в таком случае закрываются в корпус. и конечно же эти два провода теперь нужно будет поменять на более мощные. поставлю черный красный вместо двух белых. но с большим сечением. потому что заряжаться будет током 1 ампер. когда все это разведу проводами и закреплю конденсаторы. снова продолжим и посмотрим что у нас полчаса. вот я в принципе все скомпоновал таким образом. получается что поставил стабилизатор 7805 вместо 7805. хочу обратить внимание. у него немного другой корпус. вот такой и такой. причем если у этого вход с левой стороны, а выход с правой. выход с левой стороны. я об этом забыл. испалил один стабилизатор. конденсаторы поставил навесным монтажом. больший должен стоять на входе для погашения помех. в том числе с бортовой сети автомобиля. в нем условно постоянное напряжение. выход более 470 микрофарад. на входе 1500 микрофарад. вот такие показания. 0,95 ампера. сейчас 4,95 вольта. при зарядке смартфона от блока питания 13,8 вольт. вполне очень работоспособна. на этом заканчиваю обзор ремонта такого разветвителя. подписывайтесь на канал. очень много и другой информации сможете увидеть на моем канале. спасибо за внимание.